Я рад приветствовать тебя, мой юный друг, на моем канале Азбука Технической Графики. И сегодня у нас первое пробное видео по разбору тестовых задач по начертательной геометрии из раздела Эпюры простейших геометрических образов, таких как точки. Так, посмотрите, ребята, вот я приготовил специально вот такой вот маленький макет, чтобы нам, так сказать, более удобнее, нагляднее, скажем так, было понимать, где находится горизонтальная плоскость проекции, фронтальная плоскость проекции и профильная плоскость проекции. Пока я отодвину его в сторону, как обычно, смотрите, я уже в своих предыдущих видео по начертательной геометрии всем ребятам обязательно советую сделать и себе вот такой вот вспомогательный листок, который будет вам показывать, какие координаты всегда пишутся у той или иной проекции точек, потом где располагаются какие октанты или четверти, и опять же, какие знаки у какой координаты, в какой октанте имеются. Так вам будет легче разобраться во всех вот этих вот эпюрах Монжа, когда на одном листке, как бы на листе бумаги располагаются три проекции точек, и все, казалось бы, перекликается, все пересекается, и абсолютно ничего не понятно. Давайте же приступим. Посмотрите, я уже выписал сзади, распечатал дополнительные ответы к тестам, но они для нас, как, надеюсь, вы понимаете, большую роль сейчас не играют, потому что подглядывать в конец нет смысла. Я попытаюсь вам подробно объяснить так, чтобы вы досконально поняли, почему тот или иной ответ является правильным. Смотрите, задача номер один. Третья проекция точки А построена верно на чертеже. Вот отсюда, слева, я буду выдвигать тот или иной чертеж с четырьмя вариантами ответа. Я уже немножечко вот здесь подчеркал, уже начал разбираться, отвечать для себя сначала, но все-таки решил поделиться этими задачами с вами, чтобы ваше пространственное воображение и мышление развивалось. Давайте приступим. Значит так, задача первая. Где, на каком чертеже расположена третья проекция точки А? Смотрите, смотрим на чертеж первый. Точка А, А со штрихом, с одним штрихом, это значит у нас горизонтальная плоскость проекции, она у нас располагается х плюс, у плюс, значит она у нас располагается в первой четверти. Так, идем далее. Фронтальная проекция точки, то есть А с двумя штрихами, располагается справа наверху. Значит у нее здесь, смотрите, вот теперь я пользуюсь своим вспомогательным листом. У меня А с двумя штрихами должно иметь координаты х и z. Значит, х в данном случае будет с минусом. Вот, вот, х с плюсом идет влево. Давайте я вот сюда пододвину. Х с плюсом идет влево, значит вправо будет идти х с минусом. И у нее вторая координата z, z с плюсом. Вот в данном случае возникает сразу же противоречие, что горизонтальная плоскость, точнее проекция у нас имеет х с плюсом, а фронтальная имеет х с минусом. Все, первый вариант отпадает. Он нам реально не подходит. Правильно? Правильно. Идем далее. Второй вариант здесь, что у нас задано. Горизонтальная проекция имеет координаты х с минусом, потому что х влево идет у нас от вертикальной оси с плюсом, а вправо с минусом. У у нее получается где? Тоже с минусом, потому что у с плюсом у нас идет вниз, а она находится выше горизонтальной оси, значит у с минусом. Все нормально. Разбираемся дальше. Смотрим. Вторая проекция. Это фронтальная. Где она у нас располагается? Она у нас... У нее теперь х и z. Х у нее также с минусом. Все правильно. А z у нее тоже с минусом. Правильно? Потому что z с плюсом идет наверх, а вниз идет z с минусом. Вот опять же, смотрите, я что еще здесь. Вот у меня вот такой крестик для эпюры монжа, где какие оси пересекаются, перекликаются, чтобы вам было понятно. Давайте я тоже вот сюда ее положу. Вот теперь второй ответ вроде бы может подойти. Смотрим теперь далее. Третья проекция точки. А у третьей проекции точки, то есть по двум первым проекциям у нас получается x с минусом, y с минусом и z с минусом. А у третьей проекции, то есть у профильной проекции, у нее что должно быть? У нее должны быть координаты y, но y со штрихом наверху, то есть вот он у нас идет. Вот здесь он идет, направо. И z точно так же. Но у нее y равен нулю, понимаете? Она лежит вот здесь, на вертикальной оси. А у первых двух проекций y у нее со знаком плюс, и это число не равное нулю. Ой, со знаком минус и не равное нулю, простите. Соответственно, у третьей проекции здесь тоже построена неверно. Так, смотрим третий случай. Ну вот в данном случае я уже, прошу прощения, решил первую задачу. Она здесь является правильной. Почему он является правильной? Смотрите. Смотрим. Горизонтальная проекция a с одним штрихом. У нее x с минусом, потому что вот он x с минусом, видите? Справа от вертикальной оси находится. Так, y у нее с плюсом, потому что y у нее идет вниз. Вот ее координата. Так, смотрим фронтальную проекцию. У фронтальной проекции, что у нее должно быть? У нее x и z. Давайте вот сюда. Подождите, как-то мне надо пододвинуть. Вот так. Вот так. У нее x и z. У нее x равен тоже минус. Правильно? Минус. Точно так же, как и у горизонтальной проекции. А z у нее равен чему? Равен нулю, потому что она лежит на горизонтальной оси. Вот я это записал. Теперь подставляем это к третьей проекции точки. У третьей проекции точки y должен быть со штрихом идти вправо. То есть вот он y наш. Да, он совпадает. И z точно так же равен нулю. Соответственно, вот этот ответ является правильным. Ну и давайте теперь для интереса просто-напросто посмотрим, где же лежит у нас эта точка в пространстве. Если мы возьмем вот такую вот систему координат. Смотрите. x у нее равен мис со знаком минус вот здесь. Так. А y со знаком плюс. y со знаком плюс у меня вот сюда идет. А вот здесь минус y. Значит, точка. И z наверх равно нулю. Значит, точка лежит вот в этой части плоскости. Плоскости где-то вот здесь. Понимаете? И смотрите. Теперь проверяем. Когда мы смотрим на эпюру монжа. Вот так разворачиваем. Смотрите. Горис первая. Первая со штрихом. Мы смотрим вот так. Вот она у нас точка. Правильно? Вот она. Теперь вторая точка. Плоскость. Вот так мы смотрим. Где она x? Вот она. Вот здесь где-то она лежит. Вот она лежит. На оси совпадает. Совпадает? Правильно. Разворачиваем. Третья проекция. Вот так она и лежит. Правильно? То есть мы вот так будем на листе бумаги. То есть она будет вот здесь лежать. Тоже. Вот она совпадает. Все. Третий ответ у нас является правильным. Четвертый ответ, ребят, не вижу смысла даже и разглядывать. Не будем тратить на это времени. Идем далее. Задача вторая. Надо точно так же. Третья проекция точки А построена верно на чертеже. На каком чертеже она построена верно? Смотрите. Давайте разбираться. Первая. А1 с одним штрихом. У нее x с плюсом. Правильно? То есть x и y у нее должны быть координаты. x с плюсом влево идет. y равен нулю. Ну потому что лежит на оси абсцисс. Вот я это записал. Идем далее. Вторая точка. Ну вторая точка. У нее x и z должны быть координаты. У нее x равен у этой проекции нулю. И z равно нулю. Но x то у нас с плюсом. Понимаете? И это число не равное нулю. А вот здесь вторая проекция говорит, что у нее x равен нулю. Все. Она вычеркивается. Дальше мы даже не можем дойти до третьей проекции. Она неправильная. Так. Еще, кстати, ребята, хочу вам напомнить. Будьте всегда бдительны. Вот смотрите. Вот дан учебник. Опять же. Вот в нем стоит задача 2.2. Правильный ответ 4. А я утверждаю, что правильный ответ номер 2. Когда я решал эту задачу, ну я думаю, ладно, идем дальше. Смотрите. Я нашел, что правильный ответ второй. Начал смотреть в ответник. Оказывается, 4. Я начал перерешивать. Давайте с вами теперь перерешаем. Смотрите. Опять же. Первая проекция точки. Где она? Вот она лежит на оси y. Ой. На оси абциз. У нее x. Сюда x идет с плюсом. Значит, у нее минус x. Фронтальная проекция точки x, z. Так. У нее x точно так же со знаком минус. И где она? Вот она. Ошибся. Вот она, вторая проекция. Вот у нее x тоже со знаком минус. И z. Вот z с плюсом идет наверх. Сюда. Вниз. По моей этой z идет с минусом. Видите? Значит, получается у нее минус z. Все правильно. Теперь проверяем. Третья. Третья проекция. Профильная проекция. У нее должно быть y со штрихом. А y со штрихом отмеряется вот здесь. Ребята, для всех про... Запомните основное правило. Для всех профильных проекций. То есть, с тремя штрихами или с цифрой, с маленькой цифрой 3, у нее всегда y со штрихом всегда начинается вот здесь. Идет вправо на горизонтальной оси. А y для горизонтальной проекции идет вертикально вниз с положительным знаком. Вот я поэтому специально... Здесь вот непонятно. Вот это y и здесь y. Но я всегда пишу в других учебниках, всегда это четко стоит, что y со штрихом всегда для профильной проекции. Без штриха, для горизонтальной проекции. И здесь я также пишу минус y штрих. Влево идет минус, но это только для профильной проекции. Ну и все. Смотрите. Третья проекция. У нее что у нас получается? y со штрихом равен нулю, совпадает точно так же, как и у горизонтальной плоскости проекции. Вот она. И z у нее со знаком минус. То есть все подходит. Давайте смотреть, где же располагается эта точечка. Смотрим. x у нее со знаком минус. y вот здесь. y равен нулю. То есть вот здесь. Вот здесь где-то она лежит у нас. Так. На оси x, p это горизонтальная проекция. А z у нее с минусом. Значит, точечка будет лежать, ребята, где-то вот здесь. Вот здесь. Давайте проверять. Смотрите. Если мы смотрим теперь на лист бумаги, горизонтальная плоскость проекции. Это а с одним штрихом. Разворачиваем. Она лежит вот здесь где-то. Мы видим. Вот она лежит. Правильно? Правильно. Идем далее. Фронтальная проекция. Вот так. Что мы видим? Мы видим вот так. Если мы смотрим на лист бумаги, вот она лежит. Она лежит. Вот она фронтальная. Точно так же. И профильная проекция. Разворачиваем. Вот лист бумаги у нас вот так. Где она у нас лежит? Вот она лежит. Вот здесь вот. Значит, переносим на бумагу. Вот здесь она будет лежать. Вот она будет лежать. Вот этот ответ 100% правильный. Ну, давайте, раз я все-таки, как сказать, с ответами не согласен из учебника. Давайте разберем. Третью не буду разбирать. Она отпадает. Четвертую. Давайте разберем и докажем, что в учебнике вот здесь помарка, что ответ 4 был бы неправильный. Смотрите. Первая проекция точки. У нее x плюс, y плюс. Правильно? x влево с плюсом, y вниз с плюсом. Так. Идем далее. Вторая проекция точки. У нее тоже x и z. x у нее с плюсом, а z у нее чему равен? Равен нулю. Все. Теперь проверяем, что мы увидим у третьей проекции точки. А у третьей проекции точки у нее y со штрихом ее касается. Чем он равен? У нее y со штрихом равен нулю. Видите? А z... Так. Обращаемся вот сюда. И если вдруг забыли z у нее с минусом, минус z. Так это вообще не подходит. Видите? У нас здесь y равен нулю, а тут у нас из первой проекции не равен нулю. То есть полное противоречие. Соответственно, этот ответ просто по определению не может быть правильным. Так. Идем далее. Задача номер 3. То есть опять третья проекция точки построена верно на каком чертеже? Давайте вот так я буду разбирать. Ребят, сразу прошу прощения. Первый раздел. Это у меня пробный. Я задачи прорешал, кое-что подметил. Мы с вами просто-напросто разбираемся. Вот. Потому что задания мной уже здесь помечены. В следующих видеороликах я не буду уже. Ну, главное нам не ответить на них, а понять суть. Ведь мы с вами развиваем наше пространственное воображение. Правильно же? Так. Короче, то же самое. Я разбираю первую задачу. Опять же. Первая горизонтальная проекция. А с одним штрихом. Х у нее с плюсом. У снизу, значит, тоже с плюсом. Х плюс. У плюс. Так. Вторая фронтальная проекция. У нее Х с плюсом. И З у нее тоже с плюсом. Правильно? Правильно. Ну, и все. В принципе, это самый элементарный такой первый случай, когда точка находится в первой октанте. Она лежит где-то вот здесь вот в пространстве. И все. И, соответственно, у нас у третьей проекции у нее Y со штрихом вот здесь. Плюс идет направо. Он плюс. И Z выше горизонтальной оси тоже плюс. Соответственно, первый ответ у нас правильный. Ну, давайте хотя бы, чтобы так, для углубления, для понимания, разберем другие ответы и посмотрим, почему они неправильны. Кто не хочет, перематывайте, смотрите дальше. А1. Что у нее? У нее Х минус Х, потому что Х с плюсом здесь, а он у нас справа от вертикальной оси. Так. И Y у нас с плюсом. Плюс Y. Почему? Потому что Y с плюсом идет вниз. Смотрим вторую фронтальную проекцию. У нее Х с минусом все подходит, а Z равен нулю. Видите? Вот. То есть мы по первым двум проекциям определили, какие должны быть координаты. Y должен быть с плюсом, Y со штрихом для третьей проекции, а Z должен быть равен нулю. Смотрите, что у нас здесь получается. У нас Z равен нулю подходит, но у третьей проекции у нее Y со штрихом, вот этот, должен быть вот здесь находиться. А он у нас находится слева от вертикальной оси. Значит, он с минусом. Соответственно, это неправильно. То есть третья проекция правильная была бы, если бы она у нас лежала, получается, вот здесь вот. И линия была бы вот так нарисована. Не знаю. Ну да не факт. Главное, что вот здесь нарисована третья проекция точки с ординатой отрицательной, а должна быть с положительной по первым двум точкам. Идем далее. Третий вариант. Что у нас здесь? У нас здесь тоже X с минусом. X вот справа, а должен... Влево идет положительный. Так, Y у нас с плюсом. Правильно? Правильно. Теперь вторая проекция точки у нас X и Z. Смотрите, X с минусом, Z с плюсом. Z с плюсом. Так, что у нас третья проекция точки? Что имеет она у нас? А у нее Y. Видите, Y со штрихом у третьей вправо идет с плюсом, а у нас слева от вертикальной оси она находится. Значит, у нас минус Y, но Z с плюсом. Z, потому что выше горизонтальной оси. Соответственно, противоречие минус Y плюс Y. Ответ неправильный. Вот этот интересный четвертый случай. Давайте его разберем. Смотрите. У первая проекция, вот здесь находится, у нее, так, X с плюсом, Y с плюсом. Вторая с ней якобы совпадает. У второй X и Z. X у нее с плюсом, а Z с минусом. Потому что Z с плюсом идет у нас наверх, а вниз идет Z с минусом. Вот, видите, Z с минусом идет вниз. Соответственно, минус Y. Вот и проверяем теперь, что у нас имеет третья профильная проекция точки А. У нее, так у нее Y вообще равен нулю, потому что Y со штрихом для профильной, а он у нее равен нулю. Вот она лежит на вертикальной оси Y равен нулю, а Z с минусом. Минус Z. То есть по Y она у нас не совпадает. Значит, первый ответ был полностью правильный. Так, далее. Четвертая задача. Последняя из этих задач из серии. Там точно так же нужно определить третью проекцию точки. Правильно ли на каком из четырех рисунков нарисовано правильно. Так, смотрите. Первый вариант ответа у нас А с одним штрихом. Значит, X у нас с минусом. Так. Y у нас с плюсом, потому что Y вниз, она здесь находится. Ребят, если у вас возникают вопросы, пишите мне об этом в комментариях. Вот, по конкретно номер задачи и варианты ответа я постараюсь вам ответить, если у вас возникают проблемы. Идем далее. Вторая проекция, фронтальная. У нее X тоже с минусом, все правильно. А Z с плюсом, потому что Z вот здесь у нас идет. Значит, плюс, плюс Z будет. Проверяем, что у нас у третьей проекции. У третьей проекции, опять же, для третьей проекции Y со штрихом на горизонтальной оси. Повторяюсь. А Y для горизонтальной проекции на вертикальной оси, вот здесь без штриха. Вот. Получается, у нас для третьей минус Y со штрихом нарисован, а Z с плюсом. Z с плюсом. Все, здесь минус Y, а тут плюс Y. Противоречие. Ответ неправильный. Второй вариант ответа. Значит так, горизонтальная проекция, А с одним штрихом. X у нее с минусом, минус X, потому что вот здесь, видите, минус X. X направо идет со знаком минус. Так. Y у нее со знаком плюс. Вот я, кстати, уже написал. Так. Проверяем. Вторая проекция. Вот она, фронтальная проекция. У нее, что у нее? X тоже с минусом, правильно. А Z с плюсом. Z с плюсом. Плюс Z. Проверяем теперь, как для третьей профильной проекции. У нас не совпадает проекция. Y штрих у нее идет направо. Значит, он с плюсом, правильно. А Z точно так же с плюсом. Все. Второй вариант ответа является правильным. Ну и давайте разберем, какие варианты ответа третий и четвертый. Первый. X плюс. Y равен нулю. Вот я уже написал. Y равен нулю. Вот он. Для нее. Для горизонтальной на вертикальной оси. Y равен нулю. Вторая проекция. Вот. Вторая вообще. Y равен нулю. И Z равен нулю. Ну и все. А третья уже не подходит, ребят. Потому что у нее Y тоже так равен нулю. Для третьей на вот этой оси смотрим со штрихом. Равен нулю. Но Z-то не равен нулю. А у нас у второй равен нулю. Он уже не подходит. И последний, четвертый случай. У нее первая проекция. Смотрите. X с плюсом. А Y с минусом. Для нее Y вниз идет с плюсом. А наверх с минусом. Вот. Вторая проекция. X с плюсом. Ну, у второй проекции тоже Z. Но Z идет вниз. Значит, Z с минусом. Проверяем, как будет на профильной проекции это отражаться. У профильной проекции у нее. Так у нее Y с плюсом. Вот он со штрихом. И Z с плюсом. А тут с минусом. Все оно неправильно. Надеюсь, вам теперь все это понятно. Я, может быть, достаточно быстро иду, ребят. Ну, просто, чтобы не задерживать время. Потому что не так много. Не охота, чтобы видео было по полтора часа целыми лекциями. Так. Идем далее. Вот здесь я уже особо ничего не помечаю. Смотрите. Задача 2.5. Проекция точки А на плоскость 1 построена верно. На каком чертеже? А, ну здесь точно так же. 2.5. Чертеж 2.5. Вот. Смотрим теперь на чертеж 2.5. Так. Смотрите. Первый случай. Я разглядываю первый случай. А1 у меня имеет А1Х. Ребят, я вам сразу скажу. Все эти вспомогательные линии построения. Вот эта вот полуокружность, которую тут ведут. Или вспомогательную линию. Это все это хорошо. Все это понятно. Но я вам предлагаю более, наверное, простой метод. Когда вы ориентируетесь по цифрам. Ну, в принципе, если на тестовом выделили какое-то время. И гораздо быстрее будет. Если вы будете понимать, где у какой проекции, какие координаты. То есть, какие координаты она занимает на той или иной плоскости. И поэтому я вот попытаюсь сейчас точно так же решить. Смотрите. Вот через координаты без вспомогательных линий. А1 у нее Х с плюсом. Х с плюсом. А У у нее равен нулю. Правильно? Потому что лежит на оси абцист. Так. Идем далее. Вторая проекция. У нее Х тоже с плюсом. И З с плюсом. Потому что идет на З наверх у нее. Вот проверяем третья. А у третьей проекции у нее ИГРИК. ИГРИК. Видите? Вот для нее ИГРИК со штрихом. ИГРИК у нее с плюсом. И З с плюсом. Но, соответственно, уже ответ неправильный. Потому что у первых двух проекций у нее ИГРИК. У горизонтальной проекции равен нулю. Соответственно, она уже неправильная. Идем далее. Здесь первая проекция горизонтальная. У нее ИГРИКС плюс ИГРИКС и плюс ИГРИК. Видите? ИГРИК вниз, значит, с плюсом. Вторая проекция. ИГРИКС тоже с плюсом. И З тоже с плюсом. Вот ИГРИКС. ИГРИКС влево с плюсом. З наверх с плюсом. Соответственно, мы ожидаем, что у третьей профильной проекции у нее тоже будет ИГРИК. ИГРИКС, вот этот со штрихом, с плюсом. И З тоже с плюсом. Понимаете? Вот смотрите. Теперь что мы смотрим. ИГРИК у нее. Вот он со штрихом идет. С плюсом. А З тоже с плюсом. Казалось бы, вот он правильный ответ. Ребят, но не спешите. Здесь, как и в предыдущих задачах, точнее, в отличие от предыдущих задач, здесь еще даны маленькие условия. Здесь нарисованы вот эти линии, что они расстояния, они у нас равны. Поэтому, наверное, все-таки я буду неправ, сказав, что мы только по одним координатам в данном случае можем определить. Ну, здесь в первом случае явно противоречие, и мы не ошиблись, когда сказали, что здесь неправильно. Но здесь, смотрите, у нас у первой координаты Х, точнее, Y, Y вот этот, должен равен быть здесь. Значит, мы идем, рисуем вспомогательную линию. Подождите, я возьму сейчас линейку. Вот, смотрите, вот тогда вот так мы можем быстренько нарисовать угол под 45 градусов. Ну, опять же, все это на тестах можно и не делать. Тут смысл в чем? В том, что вот это расстояние, вот это расстояние, вот, оно, получается, переходит далее вот в это. У нас вот это расстояние должно быть равно вот этому расстоянию. Оно у нас явно не равно, понимаете? Вот. Вот, соответственно, получается, что второй ответ у нас тоже неправильный. Ну, давайте разбираться дальше. Смотрите, вот здесь тоже интересненько получается. Смотрите, первая проекция точки. У нее X равен нулю, а Y равен какому-то числу. Пусть будет, ну, я не знаю даже, две палочки. Две палочки, да, я нарисую. Вторая проекция. У второй проекции X. О, ребят, ну, видите, вот здесь даже смысла нету даже решать. Вот здесь как-то мы, как сказать, если не вот из вот этих двух равных отрезков, можно было бы заключить, что ответ правильный. Но вот здесь явно, если по первой проекции у нас X равен нулю, то у второй у нее явно X с плюсом, и он не равен нулю, и Z тоже с плюсом. И тут еще какое-то расстояние, ну, то есть полное противоречие. Ну, значит, у нас остается все-таки ответ, наверное, 4. Да, четвертый ответ правильный, но неважно, давайте разберемся, почему же он является правильным. Смотрите, первая проекция у нее плюс X и Y плюс Y у нее с плюсом, да, и он равен двум вот этим палочкам. То есть это не знак параллельно, ребят, это я нарисую две палочки. Не хочу никакое число ставить, чтобы у нас не вводило заблуждение. Далее смотрим, X у второй проекции с плюсом, и Z тоже с плюсом. Правильно? Правильно. О, вот видите, ребят, а вот здесь стопроцентное попадание, потому что у третьей проекции у нее координата Y с плюсом, и она точно так же, вот она, видите, измеряется, как и здесь, от оси. Просто у горизонтальной проекции она измеряется, расстояние от горизонтальной оси, а у профильной проекции от вертикальной оси. И расстояния эти равны. Соответственно, вот четвертый вариант ответа является правильным. Ну и быстренько посмотрим. Задача 2, 5, 4. Номер 4. Правильный ответ. Идем далее. Задача 2, 6. Проекции точки А точно так же. А, и 2, 6, 2, 7 точно так же. Идем далее. Разбираем далее. Далее. Смотрите. А1. А1. У нее А1. Х плюс Х. Так. И Y. Ну так же, как и вот в предыдущем задании. Y у нее тоже плюс Y и равен двум палочкам. Так. Вторая координата. Вот она вторая. У второй координаты Х равен нулю. Потому что лежит, видите, на вертикальной оси. Ну, соответственно, 100% можно дальше уже и не разбираться. Правильные палочки, неправильные. Тут все это уже отлетает. То есть, уже не подходит. Полное какое-то противоречие. Задача. Значит так. Вариант второй. Смотрите. Первая опять у нас точно так же. Плюс Х. Плюс Y равен двум палочкам. Смотрите. Фронтальная проекция у нее плюс Х. Точно так же. И Z. Вот Z для фронтальной. Равен нулю. Z равен нулю. Потому что лежит на горизонтальной оси. Значит Z равен нулю. Так. Проверяем. Третья. Третья проекция. Вот она. У нее Y с плюсом. Вот Y штрих. Также две палочки равны. Подходит. Но. Но. У нее Z не равно нулю. А какому-то. Какому-то числу. Соответственно. Ответ этот неправильный. Идем далее. Третий вариант. Смотрите. Опять. X с плюсом. Плюс Y равен двум палочкам расстояние. Вот оно равно двум палочкам. Вторая проекция. Ага. Ребят. Ну тут кто смышленый. Тот поймет. Что вот оно. Задание. Такое же. Как вот это. Вот видите. Какие мы еще хитрые и проворные. То есть. Здесь все точно так же. И палочки так же. Значит. Вот этот ответ правильный. В принципе. Не буду затягивать. Сразу скажу. Что у второй проекции тоже Z с плюсом. Ну и все. И получается. Я уже повторяюсь. Получается. У третьей проекции. Y со штрихом равен двум палочкам. И Z тоже с плюсом. Значит. Вот этот ответ у нас получается правильный. А у третьей. Ну здесь тоже какой-то непонятный. Один тоже плюс X. Плюс X. Плюс Y. Уже непонятный. А. Плюс X. Тут уже плюс X. Видите. Равно палочкам. Вот так вот. Плюс X с палочками расстояние. У второй точно так же плюс X с палочками. И плюс Z у нее. Правильно? Вот. А у третьей координаты. У нее плюс Z. Но у нее плюс Y с палочками. А у первой проекции. У нее плюс X с палочками. Значит. Расстояния вот эти. Они равны. Но надо чтобы вот это с вот этим было равны. Значит. Ответ этот неправильный. Все. Остается ответ правильный. И он совпадает с ответником. Задача 2.7. Смысл тот же самый. Продолжаем. Ну давайте 2.7. 2.8. Тут у нас уже отдельные чертежи. Уже в следующем видео. Последние две задачи. Дорешиваем. И уже на сегодня хватит. У меня уже самого мозга кипят. Так. Первая проекция. У нее плюс X. И плюс Y. Правильно? Правильно. Вторая проекция. А. И плюс. Подождите. Плюс X. У нас вот. Равно двум палочкам. Двум палочкам. У второй проекции. У нее тоже плюс X. Равно двум палочкам. И. И Z. И плюс Z. Но не равно двум палочкам. Здесь ничего не стоит. Так. Третья проекция. Вот теперь у третьей проекции. У третьей проекции у нее. Да. У третьей проекции тоже неправильно. Она лежит на оси вертикальной. Значит у нее плюс. А Y у нее. Y равен нулю. Так. И плюс Z. И плюс Z. А у нас плюс Y. Там число не равное нулю. Значит неправильный ответ. Идем далее. Второй вариант. Первая проекция. У нее. Плюс. Вот это расстояние. Плюс X. Так. Давайте я вам вот так вспомогательный. Если кто не понимает. Теперь. Ордината Y. У нее. Плюс Y. Потому что идет вниз. И она равна вот этому расстоянию. Двум палочкам. Так. Вторая проекция. Фронтальная. У нее. Х тоже с плюсом. Вот он. И Z. Идет вверх с плюсом. Проверяем. Что теперь по третьей проекции. По третьей проекции. Вот вспомогательную линию. У нее. У нее. Y со штрихом равен двум палочкам. И Z вверх с плюсом. Вот этот ответ. Выглядит правильным. Давайте проверим. Что с третьим и с четвертым ответом. Смотрите. А1. У нее тоже плюс X. Плюс Y. Равно двум палочкам. Расстояние. Вот это вот. Так. Вторая фронтальная проекция. У нее тоже плюс X. И плюс Z. Так. Но у третьей проекции. У нее. Y штрих равен двум палочкам. Подходит. Все правильно. Но у нее. Координата Z равна нулю. А у нас из фронтальной проекции. Не равна нулю. Вычеркиваем. И третий. Поточнее. Последний. Четвертый случай. Опять. Плюс X. У горизонтальной проекции. И плюс Y. У фронтальной проекции. Тоже плюс X. А. Плюс X. Который равен двум палочкам. Вот. Двум палочкам. Расстояние. Вот это равно. И плюс Z. Правильно? Так. Но у третьей проекции. У нее. Так. Подождите. Что-то здесь тоже. Выглядит как будто все правильно. Смотрите. Плюс X. Повторяюсь. Плюс X. Вот он он. У нас двум палочкам равен. Плюс Y. Вот он он. Так. У второй. Фронтальной. Тоже плюс X. И плюс Z. А у третьей. Третий случай. У нее. Плюс Y. У профильной проекции. Плюс Y равен. А. У нее. Плюс Y. Равен. Двум палочкам. И плюс Z. Видите. То есть у нас. А у первой проекции. У нее плюс X равен палочкам. А тут плюс Y. Значит они. Получается. Вот эти расстояния равны. А эти нет. Значит тоже. Противоречие. Ну и все. И правильный ответ. Номер 2. Задача 2.7. Правильный ответ. Номер 2. Все правильно. Надеюсь вам все понятно. Вы все понимаете. Ребята. Идем далее. Последняя на сегодня задача. То же самое. Так. Что у нас. 2.8. А нет. 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 Ребят. Прошу прощения. Задача 2.8. Фронтально конкурирующие точки показаны на чертеже. На каком чертеже показаны фронтально конкурирующие точки. Давайте немножко объясним. Что значит фронтально конкурирующие. А это значит что когда мы смотрим на фронтальную поверхность. То есть вот так вот. Эти точки они у нас совпадают. Понимаете. То есть их координаты на точнее проекции на фронтальные. На фронтальную плоскость. Они у нас совпадают. Надеюсь вы это уже знаете. Но если мы развернем и посмотрим на профильную проекцию. То они будут лежать на одной линии. Понимаете в чем смысл. Так. Смотрите. А1 у нас находится внизу. То есть мы можем опять же. Я не знаю нам нужно. Нет. Здесь провести. Вспомогательную линию. Да хотя наверное это и так всем понятно. Что это будет ось Х. Ну смотрите. А1. Если мы смотрим на вот так вот. То есть точка А1 находится вот здесь. Вот здесь. И точка Б проекция Б1 здесь. А когда мы смотрим здесь. Они вот тоже вот так вот у нас находятся. Конечно же они не конкурирующие точки. Это просто-напросто две какие-то отдельные точки. Лежащие в пространстве друг от друга. Они могут быть профильно конкурирующие. Ребят смотрите. Получается. Они у нас как бы вот так лежат. Вот в конце моих пальцев. Видите. То есть мы вот так смотрим. Вот так на нее. Вот так смотрим. Вот так. То что мы и видим. Но если мы развернем до профильной. Они у нас будут совпадать. Но профильную проекцию у нас не задано. Нам нужно фронтальный конкурирующий. Вот теперь А и Б проекции на горизонтальную лежат вот так. А когда мы смотрим на фронтальную плоскость. Они у нас совпадают. Что мы и видим. Понимаете. То есть вот этот ответ неправильный. На мой взгляд. Вот этот ответ будет правильный. Давайте рассмотрим третий случай. Если мы смотрим на фронтальную плоскость. Они у нас вот так лежат. Мы их видим как две точки. А на горизонтальной вот с одним штрихом проекции. Они у нас совпадают. Да. Но это конкурирующие точки на горизонтальную плоскость проекции. А нам по заданию нужно найти на фронтальную. Значит тоже неправильный ответ. Так. И последняя точка. Ну здесь. Здесь точно так же эти точки. Или этот отрезок в данном случае. Я даже не знаю. Здесь можно и подумать что это отрезок. Вот. Это точно так же. Если мы смотрим сверху. Сверху они отдельно. И на фронтальную поверхность. Тоже отдельные точки. Соответственно. Этот ответ неправильный. Остается один единственный ответ. Это задача 2.8. 2.8. Ответ номер 2 был правильный. Все. Мы решили. Мы разобрались с этими задачами. Ребята. Если вам понравились вот такие вот тесты по начертательной геометрии. Если вам все понятно. Если я доступно объясняю как я нахожу правильный ответ. Лайкайте это видео. Чтобы другие ребята. Чтобы другим ребятам было легче осваивать этот. Ну на самом деле достаточно сложный. Сложный технический предмет. Если у вас возникает вопрос. Обязательно спрашивайте меня об этом в комментариях. Чем смогу помогу. Я же прощаюсь с вами. До следующего видео. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok